Друзья, всех приветствую! Меня зовут Александр. Приглашаю вас погрузиться в процесс электромонтажа от первого лица, сделать его вместе со мной своими руками. Поехали! Кабельная линия была прямая. Модульное устройство в электрощите я начинаю устанавливать с водного автомата, так как... Со всеми отходящими линиями поступаем так же. Загибаем, зачищаем, устанавливаем автомат, подтягиваем контакт. Но перед тем, как подключать электрощит, нам нужно собрать все распаченные коробки. По сути мы это всегда делаем на каждом объекте для себя. На данном объекте проводится электромонтаж без гофры. Дом панельный, вторичка, расстояние от пола до потолка ограничено. Нужно сделать запотолочное пространство было минимальным. Поэтому электромонтаж без гофры проводится на площадках спид и держателях кабеля. Далее будет процесс прибивания площадок. Для упрощения монтажа я пользуюсь системой TouchBuild. Это разгрузка, поясная система. Удобно залезть на любую стремянку, в сумку насыпать, всю необходимую расходку, гвозди, площадки, проводить монтаж. Монтаж по потолку на каждом объекте я начинаю с того, что выставляю лазерный нивелир. Отмеряю примерно по 20-25 см отступа от края стены с каждой стороны. Выставляю по этим меткам лазер. Лазерный уровень. Далее берем стремянку, пистолет и настреливаем по лазерным линиям площадки, либо держатели, либо клипсы. В принципе, без разницы, какая расходка используется. Но стратегия состоит в том, чтобы трасса была ровной. И можно было дать исполнительную схему, где будет понятно, что отступ трассы 20-25. На всех объектах почти в нашей команде составляет 20-30 см. Это проходит электрическая трасса. Либо по полу, либо по потолку, по периметру помещений. Поэтому нам несложно всегда на каждом объекте дать исполнительную схему, кто будет интересоваться при последующих работах отделки, прорабы, бригадиры, технодзоры и так далее. Главным плюсом площадок СПИД могу отметить то, что они достаточно просто прибиваются. У них широкая основа для прибивания. Тем самым их легче стрелять. Есть единственный нюанс с пистолетами ТОУА. На стоковое дуло они не садятся плотно. Приходится придерживать рукой. Вот как сейчас я надеваю площадку и придерживаю рукой, стабилизирую пистолет, чтобы она не упала. Это единственный нюанс с пистолетами ТОУА. А так отлично они стреляются. На данном объекте потолочная плита пустотелая, панельная. И как видите, есть отстрелы, но отстрелы можно уменьшить за счет регулировки глубины вбивания гвоздя и использования гвоздей бегемотов. 16-е гвозди я использовал на этом объекте. Отстрел на данном объекте минимальный был. 10% гвоздей не перебивалось. Это хороший результат для таких панелей пустотелых, потому что порядка 20-30% отстрела, как правило, на объектах, где панельные плиты пустотелые составлял до этого. Но все зависит от дома. Все-таки панели бывают, попадаются разные. Поэтому тут нужно уже сугубо индивидуально подбирать каждые гвозди, в зависимости от глубины, что нужно прибивать, какую расходку и так далее. На этом объекте я использовал распаечные коробки 100 на 100 Schneider Electric. Отлично прибиваются к панельному бетону. У них 4 точки крепления. Нужно иметь небольшую сноровку при перебивании этих распаечных коробок. Лично я упираюсь дулом не в центр отверстия, а облокачиваюсь на кант пластиковый, чтобы гвоздь не пробивал крепежные отверстия, чтобы влетал не до конца. Тогда распаечная коробка прикрепляется крепко, надежно, держится хорошо. Итак, процесс монтажа держателей кабеля Speed, односторонние и двухсторонние. Ставлю артикулы. На них их можно будет найти в интернете, кому будет интересно. Эти держатели отлично стреляются техникой прямого монтажа. Крепим не более 40 сантиметров. Моя рекомендация это 30. Если крепить через 30, так, более часто, то кабель не будет провисать, не будет распушевываться, так скажем, раздвигаться между линиями и будет всё это эстетично, аккуратно смотреться. Да и более надежнее, если какой-то держатель лучшим отвалится в процессе монтажа, то можно будет его доставить потом. Те же самые гвозди 16, 16 гвозди бегемот используйте. Итак, поворот. Как сделать аккуратный поворот держателем кабеля Speed? Изначально делается перпендикуляр из 90 градусов. От одной стороны откладывается угольником, лазерным, нивелиром, чем угодно. Примерно по 10 сантиметров в каждую сторону откладывается расстояние, но я стреляю на глаз. Видите, примерно равное расстояние оставляется, пристреливаются держатели кабеля Speed. Потом беру кабель, просто кусок, его заправляю, делаю полукруг плавный и пристреливаю держатель на повороте. Далее получится при прокладке кабеля ровный поворот без всяких заломов. Так, процесс установки подрозетников, мазывания. Ставим мы на гипсовую штукатурку ротбанд, предварительно прогрунтовав лунки, обеспылив. Подрозетники используем самые обычные, стандартные, везде на любом рынке можно их найти, но глубокие. Глубокие 60 мм глубина. Для того, чтобы можно установить было чистовые механизмы без проблем, разные попадают в чистовые механизмы, некоторые и 42 мм, поэтому не рекомендую устанавливать подрозетники 42 мм, так как нужно еще сделать необходимый запас кабеля, а это можно сделать более просто, когда подрозетник 60 мм глубиной. Предварительно всегда очерчиваем линию метра чистого пола при разметке горизонтальной, допустим, у нас сейчас в данном случае пост на 4 подрозетника, очерчиваем горизонтальную линию по центру и ориентируясь на эту линию, выставляем в горизонт, в уровень наш блок подрозетников без проблем. Прикладываю шпатель для этого по центрам крепления подрозетников, ориентирую этот блок подрозетников, чтобы он от уровня не ушел. В конце установки подрозетников рекомендую убрать в штробах лишнюю штукатурку, которая будет мешать заходу кабеля, чтобы потом не отдалбливать это место, а просто проткнуть вход подрозетника кабелем либо отверткой и его завести очень просто. Кабелем работаем Concorde, вся система у меня выстроена именно под круглый кабель, мне удобнее работать с круглым кабелем. В данном случае размотчика от Apis Torque, кому будет интересно, посмотрите. Компания занимается производством размотчиков кабельных стоек, барабанов и так далее для промышленного электромонтажа, для поставщиков, отличный размотчик, я уже им работаю более шести лет и так далее. Тянем за кабель, кабель разматывается, выходит прямым, вписываем его, наматываем изоленту белую, тонким маркером, наносим маркировку, далее начинаем заправлять держатели кабеля. Заводим, отгибая не сильно держатель и заводим кабель до конца, отпускаем держатель. Смотрим далее, чтобы кабель не уводила в сторону, чтобы кабельная линия была прямая. В конце монтажа, когда все линии подведены, я прохожусь по кабельным держателям и пристреливаю их окончание. Подтягиваю кабель для того, чтобы он плотнее прижался и не выскакивал. Это просто на всякий случай мера и мера по сути для эстетики. Можно ее не делать. Если особенно поставлены держатели кабеля через 30 см, то эта мера совсем не обязательна. Это процесс монтажа кабеля по площадкам спид. Поднимаюсь на стремянку, заправляю в зоне моего доступа максимальное количество стяжек, которые могу сделать. Далее беру кабельные линии и привязываю стяжками. Лишнюю часть кабельной стяжки обрезаю бокорезами. Делаем короткие обрезки, чуть больше штрабы и заправляем кабель. Важным моментом хотел бы отметить расположение кабеля в штрабе, главное, чтобы он проходил строго вертикально, чтобы он не гулял по штрабе никакими зигзагами. Если штраба чуть больше кабеля, то лучше сместить в какой-то край штрабы кабель. В данном случае я вправо смещаю, но он строго вертикально получается в штрабе. Эта мера нужна для того, чтобы при креплении разного рода полок, картины и так далее, таких вещей не пробить кабель. Переходим к сборке электрощита. В этом опять же мне помогают сумки TouchBuild. Весь необходимый инструмент я складываю в них. Вешаю сумки на стене возле электрощита. Важным моментом отмечу подстилание пакета 240 литров. Я его разворачиваю, подкладываю под электрощит. Нужен для того, чтобы собирать весь мусор, образовывающийся в процессе сборки электрощита. Типа пластификата, формовки, внешней изоляции, маленьких кусков, жил, обрезков и так далее, стяжек, чего всего можно представить только за этот весь процесс. Просто кидаю туда, чтобы потом не убираться, не тратить на это время. Мусор находился в одном мешке. Всем рекомендую пользоваться такими мешками во время сборки электрощита. Для круговой надрезки и изоляции я использую инструмент YOKER XL. Прохожусь по всем линиям, делаю круговой надрез. После чего беру инструмент YOKERI SIGURA 0.27 и передольным надрезом прохожусь по всем кабельным линиям. Далее снимаю внешнюю изоляцию с кабельных линий. Формовку я снимаю круговыми движениями по часовой стрелке, подкручиваю камень и кусками снимаю. В результате мы получаем ровные жилы, не скрученные, которые не надо в будущем выпрямлять. Очень важный момент, рекомендую всем пользоваться таким способом. После беру маркер. Маркер EDDING 140S. Тонкий 0.3 мм. Пишу номер от линии, чтобы потом не потерять, не запутаться. Как делаем с каждой линией. После зачистки кабеля от внешней изоляции, после распределяю жилы по цветам. Как правило, это нули влево, землю вправо. В данном электрощите я решил всё-таки шину заземления поставить вниз. Для меня это было удобнее и эстетически красивее. Это мои личные соображения. Всё-таки рекомендую делать нулевые шины внизу, либо наверху. В общем говоря, если кабельные линии у нас заходят с одной стороны щита, либо там внизу вверху, то нули делать в противоположной стороне. После того, как мы распределили проводники по цветам, собираем пучками, так назовём, косы. Косы должны быть прямыми, не скрученными, не переплетёнными. Далее собираем пучки ровными, пользуемся стяжками. Делаем так со всеми проводниками. Модульное устройство в электрощите я начинаю устанавливать с водного автомата, так как кабель тающий заходит с большого сечения, чтобы было место, удобно было подключить. Начинаю с него. Обвязку электрощита производил гибкими проводами. Провод ПВ-3, либо ПГВ. Прессую наконечниками от ШВИ, в данном случае КВТ. Пользуюсь инструментом для обжатия тоже КВТ. Вполне себе удобный и недорогой инструмент. Позволяет подлазить в труднодоступные места, удобно пользоваться и работать. Далее устанавливаю устройство защитного от ключей. Увожу нали от узла к нулевым шинам, подвожу питающие жилы. Все проводники обязательно маркируем, чтобы не запутаться, не потерять, и для того, чтобы потом не производить, не терять время и не ошибиться. Продолжение следует... Включение отходящих линий к автоматическим выключателям, всех групп к автоматам. Как правило, во всех электрощитах фазные проводники отходящих линий я прокладываю сзади нрейками. Оставляю небольшой запас, загибаю под автомат, зачищаю и ставлю автомат. Подтягиваю шуруповертом не до конца. Не до конца затягиваю автомат. В конце сборки электрощита будет полная затяжка всех клемм динамометрическим инструментом. Включение отходящих линий к автоматическим выключателям. Когда на динрейке устанавливаны все модульные устройства, я устанавливаю ограничители, стопоры на динрейку, чтобы модульные устройства не ходили влево-вправо, чтобы не шатались, чтобы стояли они прямо ровно и не прыгали. Со всеми отходящими линиями поступаем так же. Загибаем, зачищаем, устанавливаем автомат, подтягиваем контакт. Итак, подключение самозажимных нулевых шин от компании АББ. Укладываем нулевой проводник за шиной, придерживаем пальцем, загибаем и обрезаем по кромке шины бокорезами. Далее зачищаем, маркируем и вставляем в нулевую шину. Есть нюанс при вставлении проводника в нулевую шину. Бывает она плохо вставляется, но просто нужно попасть в свое место. Либо бывает, если неудобно это делать, то можно воспользоваться плоской отверткой, нажать на механизм, тем самым сама операция облегчится. Сам проводник будет влетать в эту шину без труда. Нулевые шины все распределены по группам УЗО. В данном случае 4 группы УЗО, значит 4 нулевых шин. Итак, по электросчету нам остается подключить питание к самим группам УЗО, подрезать по длине фазные шины гребенки, посадить на свои все места и затянуть динамометрическим инструментом. В данном случае я использую отвертку ВИХА. Для меня она удобна и комфортна в работе. Проходимся по всем контактам и зажимаем с правильным моментом. У всех модульных устройств СВЭВН указан заводом-производителем. Просто пользуемся рекомендацией завода-производителя, установленным моментом, и затягиваем согласно их рекомендациям. Сборка электросчета окончена. Самый бюджетный электросчет в однокомнатной квартире собран. Собран аккуратно, как вы видите, без лишних затрат по времени. Но перед тем, как подключать электросчет, нам нужно собрать все распаечные коробки. Подготавливаем к сборке распаечную коробку. Подрезаем каменные линии с запасом. Необходимо в каждой распаечной коробке оставлять запас проводников для дальнейшего обслуживания. Не важно будет, что это присоединение новой линии, либо изменения какие-то по проекту, но этот запас необходим. Далее йокари XL. Снимаю внешнюю изоляцию с кабеля. Также формовку снимаю подкручиванием. Жилы остаются прямыми. Распределяю все проводники по цветам. Далее беру стрипер. Зачищаю от изоляции проводники на длину чуть больше гильзы. В данном случае используются гильзы ГМЛ. ГМЛ значит гильза медная и луженая. Это шестерка. В нее влазят три жилы по 2,5 квадрата. Самая главная задача при сборке распаечных коробок на гильзах это забить гильзу до конца. То есть в ней не должно остаться свободного пространства. Даже если будет меньше количества жил, можно взять дополнительные проводники и забить гильзу. Это нужно для того, чтобы при опрессовке матрицами, матрицы у нас идут по размеру гильзы, чтобы гильза правильно опрессовалась и не осталось свободного места в ней. Небольшие диаметры. До 6 квадрат я обжимаю ручным прессом, в данном случае КВТ. После опрессовки обрезаю все лишние проводники, которые торчат. Беру клеевую термоусадку, одеваю на соединение, подрезаю, беру электрический фен и усаживаю. Лишний остаток клеевой термоусадки я загибаю и приклеиваю. В случае, если нет уверенности в том, что соседи зальют или вода каким-то образом попадет в распаечную коробку, то на всякий случай я рекомендую использовать второй слой клеевой термоусадки. Целесообразность использования второго слоя клеевой термоусадки оправдана тем, что распаечные коробки, они как правило закрываются натяжными либо гипсокартонными потолками, и сам доступ к распаечным коробкам бывает невозможным. Для этого на всякий случай лучше использовать второй слой клеевой термоусадки для того, чтобы соединение было полностью герметично. Итак, нам остается почистить все подрозетники от выступающей штукатурки, которая в процессе установки вылезает в щели, зачистить кабель от внешней изоляции, уложить его аккуратно в подрозетник и закрыть все подрозетники грязно-защитными заглушками, чтобы потом прийти в конце ремонта, в конце отделки, снять эти заглушки и не очищать подрозетники от всевозможной шпаклевки, краски, пыли, грязи, чего угодно. Наши подрозетники останутся чистыми до конца отделки, до конца ремонта. По сути, мы это всегда делаем на каждом объекте для себя. Потратив время на установке грязь-защитных заглушек для подрозетников, сейчас мы сэкономим время на чистовой установке механизмов прозеток-выключателей. После подключения вводного кабеля питающий электрощит, нам остается наклеить маркировку электрощита на пластрон. Я заранее подготовил электромаркировку, мне остается ее только ровно приклеить, эти надписи на данный электрощит. Дорогие друзья, электромонтаж готов, смотрим результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Этот объект закончен, я поехал на следующий объект. Друзья, интересно ваше мнение по данному ролику. Как вам такой формат? Пишите в комментариях. Скоро будут новые видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк к видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...